Ну что изменилось с четверга, Павел некоторые события осветил, то что приехал от визы, начало поступать лазерное оборудование, сегодня три ходки, три машины завезли, вот завтра будут завозить наиболее массивные детали. Значит, Анатолий спрашивает, что по лабушу, пока рассматривают заявку. Дата назначена, рассмотрение заявки, с комитетами, постоянно в контакте. Все, работа идет, я уже говорил о том, что там дирекция сменилась, руководители, произошли еще перестановки, комиссии, комитеты, были назначены новые руководители и так далее. Это существенно отодвинулось сроки рассмотрения заявки, плюс ко всему из запланированных заседаний комитета, которые должны были рассматривать заявки, практически подавляющее большинство не состоялось. В связи с всевозможными событиями, поэтому все идет нормально. Значит, что мы планируем в четвергу? В четвергу мы планируем завести основные методы конструкции от лазера и приступить к его установке и сборке. И хочется надеяться, что на следующей неделе мы уже сможем выполнить пробные резы. Был также вопрос по лаборатории. В лаборатории сейчас идет работа по отработке программы методик, то, что мы говорили, и по испытанию тяговых электродвигателей, которые выполнены на базе стандартных асинхронных двигателей. Первые опыты были сделаны, первые характеристики сняты были при прямом включении в сеть 50 Гц, для того, чтобы снять естественные характеристики. Далее мы сейчас подготавливаем эти двигатели для работы от контроллера и снятия уже семейства характеристики получения трехмерной номограммы в зависимости КПД двигателя от вращающего момента и оборота. Это будет трехмерный график, номограмма, вернее, это даже не график, на подобие ТВУ, которые мы получали при езде на грани. Снимали характеристики мотор-колеса 318 габарита, колобок 318 габарита. Но тогда мы использовали измерительные приборы, те, которые у нас были. На шасси данные получали часть с винатора, так называемый, часть с контроллера, с Кертиса, но и часть от датчика. Вот, но нам тогда сказали, что, а, вы там меряете попугая. Говорим, хорошо, подождите, будет вам не попугай. Будет не попугай. Вот, доберемся до этого. Поэтому сейчас мы проведем испытания в составе контроллера, под управлением контроллера, и определим параметры непосредственно двигателя при работе с контроллером и всего привода. Уметься в виду, учитывать будем КПД всего привода сквозной при питании от батареи. Эти характеристики будут доступны. Это то, что планируется на ближайшее время. Ну, надеюсь, мы сможем это сделать в кратчайшие сроки. Вот, когда нам говорят, что вы дайте нам какой-то график, там, вот, колеса, вот, наверное, двигатель, а мы будем сравнивать. Я уже неоднократно говорил, что для тяговых двигателей не существует линейный график, потому что линейный график не может характеризовать привод в целом. Только лишь трехмерный номограмм. Только трехмерный. И если кто-то повелся на какие-то там рекламные материалы и так далее, да, в этом плане, я рекомендовал бы немножко познакомиться с материалами, действия ГОСНИПУ, тестирования тяговых двигателей, тяговых приводов, и почитать, посмотреть, как проводятся эти испытания. Плюс ко всему, сейчас готовится целый ряд публикаций по полученным данным. Помимо того, что мы публикуем графики на форуме об асинхронных двигателях, двигательmyfor.ru, там публикуем графики. И сейчас еще подготавливаются материалы для публикации специализированных журналов. Первая очередь, я надеюсь, в августе месяце, заработает хотя бы в узконаладочном режиме, что позволит нам продолжить работу по изготовлению опытных образцов. Потому что много документаций есть уже, проработки есть, но мы не будем давать на сторону для изготовления чертежи. И именно из-за того, что мы не хотели давать доступ сторонним к этим чертежам, потому что там уже идут не просто для подтверждения проверки характеристик заявленных двигателей, а это уже конкретные модели, в которых реализуются все основные наработки первого этапа, повторюсь, первого этапа машины. Поэтому эти чертежи уже представляют коммерческий интерес и не подлежат раскрытию потенциальных соисполнителей, контрагентов и так далее. Именно поэтому было необходимо все критичные технологии поставить у себя, и чтобы никакая информация до определенных моментов никуда не уходила. Я думаю, все это прекрасно понимают. После того, как нам сдадут оборудование в рабочем состоянии, мы приступим к изготовлению этих образцов. Именно они будут тестироваться, потому что тестировать самые первые опытные образцы смысла нет. Они уже тестированы, перетестированы, давать по ним сравнительную информацию тоже смысла нет, потому что 10 раз, 20 раз там опять начнется обмывание, это ни к чему-то. То есть этот процесс, балаган этот заканчивать надо давным-давно, потому что там то кто-то про пугаю рассуждает, в попугаях меряно, то еще что-то, еще что-то и так далее. Поэтому это все ерунда. Вот. Третий момент. Для отвези и для других работ, уже для изготовления демонстрационных образцов, батарея уже заказана, отгружена, оплачена. В ближайшее время ждем поступления ее. Но в связи все работы сейчас будут приостановлены, будет идти только комплектация. Почему? Потому что выпускать ее сейчас, ну, вкладывать не силы, выпускать ее на дороге уже будет бессмысленно, потому что мы 2-3 месяца потратим, погода испортится, гонять на этой машинке по климату Москвы, по осеннему, она для этого не предназначена. Поэтому будем ждать следующего сезона. Вот такие вот новости. Еще одна новость. Вернее информация. Вполне вероятно, что этап может завершиться, текущий этап завершиться может намного раньше. А следующий этап мы можем проскочить фактически без остановки. Имейте это в виду. Есть к тому же все предпосылки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова